Это знак о том, что на этой неделе было подписано мое распоряжение по инвентаризации коммунальной собственности и земли в целом. В следующей неделе, со 2 марта, в городе начнет нам постоянно действующая слава работать комиссия в составе управления коммунальной собственности, коммунального предприятия коммунальной собственности, финансового управления, управления архитектурой и силовых структур. Их задача провести инвентаризацию всех земельных участков на соответствие документам и фактам занятия на земельных участках. Сегодня мы видим достаточно большой потенциал в части неуплаты за аренду земельного налога и налога на недвижимость. Это тот потенциал, который мы получаем в доходную часть городского бюджета. Уверен, что достаточно будет плодотворная работа данной комиссии. Перед предметом сессии я хотел бы присутствовать, у нас с вами в прошлом СССР была практика, когда мы показывали и публично называли тех основных неплательщиков наших на сегодняшний день платежей за землю. И в конце своей презентации я попрошу это секретарям оформить протокольное и передать соответствующее обращение в силовую искусству, чтобы они помогли нам получить данные денежные средства обратно в городской бюджет. Первый неплательщик за землю это гостиница Диана, которая находится у нас в районе железнодорожного вокзала, железнодорожного рынка. На сегодняшний день суммарный долг 131 тысяча гривен. Данный объект полноценно функционирует. Мы не понимаем причины сегодняшнего неуплата. У нас были подписаны комбинары, собственно, договора о рассрочке. На сегодняшний день продолжается неуплата за этот земельный участок. Второй земельный участок, на котором я хотел бы остановиться, собственником его является Верлилка Антон Леонидович. Участок находится по адресу Запорожская, Финкро, 4. 71 тысяча на сегодняшний день неуплаты в городской бюджет. И на сегодняшний день на данном участке достаточно активно ведется производственная деятельность. Второй земельный участок это наш снабный неплательщик. Время от времени он начинает платить, потом перестает. Это Карлайдар Игорь Александрович, находится на Каховском шоссе 24-3-24-6. Сумма задолженностью 261 тысяча гривен. Внутри земельного участка находится достаточно новый, приличный церк, в котором на сегодняшний день ведется деятельность. Следующий земельный участок также находится на Каховском шоссе. Собственником его является Кирилленко Сергей Владимирович. Сумма задолженности на сумму рождений перед городским бюджетом составляет 272 тысячи гривен. Внутри я хочу, чтобы все обратили внимание на этот участок. Все мы хорошо его знаем. Это площадка по строительству, площадка по торговле сельхозтехника, которая находится прямо на Каховском шоссе, на которой активно ведется деятельность. Почему-то пользователи земельного участка забывают уплачивать арендную плату в городской бюджет и сумма задолженности 272 тысячи гривен на сегодняшний день. Еще более интересным является следующий объект, который прямо в жилье Рубенко и Романюте. Находится по улице Интеркультурной, 114. Все мы хорошо знаем это с вами учреждение. Находится напротив магазина Аутстор, где находится известный спортзал, известный ресторан. Все достаточно хорошо, преуспевающе работает, но также почему-то задолжает городской бюджет 117 тысяч гривен. Следующий объект, которым я хотел бы остановиться, это собственник, использователем его является Черкавов Максим Васильевич и подборный Виктор Михайлович. Сумма находится по улице Микюрина, 118. Это полноценная производственная база, покажу показать фотографии, на которой есть техника, полноценно работают производственные площадки. Сумма задолженности в городской бюджет 154 тысячи гривен. Следующий объект, которого я сегодня уже коснулся, это наш завод машиностроитель, который оформлен на сегодняшний начальство структуры стадиона машин Бутевейна. Сумма задолженности перед городским бюджетом 438 тысяч гривен. Мы уже обратились в прокуратуру, чтобы прокуратура подготовила иск в интересах Мелитопольского городского совета и вернуть данный земельный объект в собственность громады. Там мы и построим все. Последний объект, который я хотел коснуться, это предприятие Мелгут Альянс. Руководителем предприятия является Терещенко Игорь Юрьевич. Объект находится также на Харховском шоссе. Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 184 тысячи гривен. Я надеюсь, что благодаря работе контролирующих структур правоохранительного органа нам удастся улучшить ситуацию с оплатами по данным объектам в городской бюджет. В противном случае мы придем с исками в суд в части расторжения договоров аренды и просто будем выставлять на аукцион, потому что у нас есть хорошая практика на земельные участки. Все понимаем, что могут возникнуть сложности с наличием права собственности. Ничего нам не мешает расступить в метр от объекта недвижимости. Все остальное земельный участок выставить на аукцион.